Здравствуйте, товарищи! Сегодняшний наш ролик посвящен борьбе с ревизионизмом в рабочей партии России. Некоторым может показаться это странным или каким-то внезапным решением, или чем-то необычным. Но я думаю, что необычным скорее являлось бы то, что партия не борется с ревизионизмом в своих рядах и не борется с оппортунизмом. Поэтому я бы прежде всего начал с выяснения этих понятий, что такое оппортунизм, что такое ревизионизм и почему с ними нужно бороться. Значит, понятие оппортуниста очень четко разработано Лениным, и оно звучит так, что оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроения минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочном и семиминутном. Вот принесение коренных интересов движения в жертву побочном и семиминутном – это самое ключевое в этом определении. И таких людей очень много. И нельзя сказать, что это просто противник, и нельзя сказать, что он какой-нибудь злодей. Но так получается, что он коренные интересы, когда нужно их осуществлять, он коренные не осуществляет, осуществляет какие-то текущие. А кто же будет осуществлять коренные интересы? И как-то так получается, что в карте, в партии, почти в каждой партии есть революционное или коммунистическое вполне ядро и оппортунистическое крыло. Причем это настолько частое явление, почти повсеместное, что если мы возьмем историю революционного движения, историю рабочего движения, то такая ситуация сложилась к 2014 году. Надвигалась империалистическая война. Перед войной социал-демократические партии собрали могучий, так сказать, съезд в Базилии, решили, что они будут голосовать против военных кредитов, не допустят развязывания империалистической войны, а если она будет развязана, они будут против нее бороться. Причем борьба с оппортунизмом даже была внутри самих партий. Например, во французской социалистической партии революционное крыло представлял Жюль Гетт, а оппортунистическое крыло, революционное называлось гора, а оппортунистическое – жеронда. Вот эту жеронду возглавлял Жан Жарец, тоже известный социалист. И по поводу вот этого самого революционного крыла и его руководителя Ленин писал, «Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюли Гетта, за исключение его измен, в 2014 году». В 2014 году все партии и все руководители партии Второго интернационала, все, которые были, и того интернационала, у колыбели которого стоял Фридрих Энгельс, того интернационала, который, так сказать, развернул борьбу рабочих за свои интересы, они все предали дело рабочего класса и, так сказать, решили проблему очень просто, поскольку надо было в парламентах, где они заседали, и у них целые фракции были, голосовать либо за военные кредиты, и тогда они могут попасть в правительство, либо против военных кредитов, и тогда они попадут в тюрьму, поскольку уже тут были соответствующие законы, введение военного положения. И вот из всех этих партий единственный человек, один социалист, это Карл Липник, поднял руку, и это вот поднятие руки против военных кредитов означало, что его ведут в тюрьму, а все остальные пошли в правительство. Ну и наши большевики, вот все депутаты Госдумы большевики тоже проголосовали против военных кредитов. И вот все вместе отправились на свежий воздух в Сибирь. Поэтому это было давно, никто из тех, кто это, как говорится, видел, слышал и так далее, ну из тех, кто видел, таких людей уже нету на свете. Ну а поскольку не все читают Ленина, не все изучают историю революционного движения, это просто неизвестно, но это скорее правило, чем исключение. То есть обычно в любой партии, как бы она хорошо ни называлась, и как бы она ни работала, и где бы она в какой стране ни находилась, всегда есть оппортунисты. То есть оппортунисты – те люди, которые могут продать коренные интересы за какие-то мелкие, частные, и они вроде все время что-то делают, помогают, всегда скажут, ну они же вот это сделали хорошее, вот это сделали, они все сделали хорошее, а по коренному вопросу они выступили прямо в противоположных позициях, и все сорвали. Поэтому это опасное течение. Но еще более опасное течение, которое вот у нас стоит в заглавии этого ролика, это революционизм. Революционизм – это течение внутри марксизма, враждебное марксизму. Если оно внутри марксизма, то оно должно быть оформлено, как новое творческое развитие марксизма. То есть внутри марксизма нельзя выступать против марксизма. Это всем понятно? То есть если оно содержится в выступлениях руководителей партии, или каких-то активных членов, или идеологов партии, если вот это вот так называемое творческое развитие марксизма. И вот это творческое развитие марксизма, или то, что выдается за творческое развитие марксизма, на поверку очень часто оказывается ревизионизмом. Ревизия, то есть пересмотр, отказ. А для слова «отказ» от коренных положений марксизма тоже есть такое политическое слово и политический термин – ренегатство. Кто такие ренегаты? Ренегаты – это отступники. Они отступились от главного марксизма. Спрашивается, а что главное в марксизме? Я думаю, что на этот вопрос вот я сейчас поставлю, отвечу чуть-чуть позже. Я сейчас назову одну фамилию – родоначальник ревизионизма. Кто был родоначальник ревизионизма? Это известный Бернштейн. Вот Эдуард Бернштейн в немецкой социал-демократии начал ревизовывать марксизм. И в каких интересах? В интересах буржуазии. Но он входил в партию социал-демократическую. То есть это течение обязательно… Ревизионизм не может быть на стороне наших противников. У них, может быть, свой ревизионизм есть, когда они свою идеологию ревизуют, пересматривают, буржуазную. Может быть, они сближаются только с чем-то коммунистическим. А вот если мы берем коммунистические партии, то ревизионизм обязательно – это искажение марксизма, но под видом творческого развития. Что вот, дескать, творческие люди, они вот так делают. И поэтому с этого момента ведет свой отсчет борьба с ревизионизмом. Ленин объяснял неоднократно в своих работах, что без борьбы против оппортунизма и против ревизионизма партия, рабочая партия, партия выразительницы интересов рабочего класса удержаться не может, она переродится. Ну, если вы вспомните историю партии большевиков, вспомните, как было, на втором съезде, ну, первый съезд был очень маленький, в Минске, там было 8 человек, их всех арестовали, и никаких дальнейших следов деятельности не было, до второго съезда, который подготовила группу освобождения труда во многом, и в котором участвовал и Ленин. Вот на втором съезде, уже на втором съезде, образовались очень большие разногласия. Во-первых, разногласия по поводу того, кто будет в каких, кто бы признан в руководство. Вот, и во-вторых, разногласия по вопросу о том, как понимать устав партии, те, кто были за Мартова и за его позицию, они выступали за то, чтобы членом партии считался всякий, который чего-то полезное делает для партии, значит, помогает ей материально, и те или иные функции выполняет, поддержку партии. А Ленин настаивал на том, что надо считать членом партии того, кто не только поддерживает материально, не только участвует в работе, но и входит в одну из организаций. Почему это так важно? Потому что, скажем, если партия ставит своей целью совершить революцию, то наступит такой день и час, когда нужно, чтобы вся партия выступила как один организм, как один человек. Ну, а если нет такой организации, то революцию она не сможет совершить. Поэтому уже дальше, после второго съезда был третий съезд, отдельно большевики проводили без меньшевиков, а меньшевики проводили свою конференцию. На четвертом съезде решили снова собраться, потому что среди большевиков многие говорили, что давайте, надо все-таки там наши товарищи, давайте соединимся, не надо, так сказать, разделяться. Ну и результат этого соединения такой. Меньшевики забрали те деньги, которые большевики получили от тех, кто им пожертвовал на революционную работу. И потом все попытки Ленина их, эти деньги отобрать обратно уже после Пятого съезда, когда большевики и меньшевики окончательно разделились, ни к чему не привели. Так эти деньги уехали в Германию, потому что германские социал-демократы взялись мирить большевиков и меньшевиков по вопросу о деньгах. Для начала они деньги взяли себе, и так они в Германии и остались. Вот это судьба этих денег. Ну вот, а дальше вы знаете, что выступал в свое время Троцкий в 12-м году и пытался как бы сделать нечто среднее между большевиками и меньшевиками. То есть на самом деле он меньшевистский большевик или большевистский меньшевик. Вот это был беспринципный августовский блок. И вот именно тогда Ленин сказал про Троцкого, что он иудушка, и что блок, который он пытается сделать, это и беспринципный блок. Но вы знаете, что, поскольку задача построения государства нового была довольно сложной, то потом вместе с межрайонцем Троцкий вошел в партию. Но вы знаете, мы знаем, что Каменев и Зиновик, которые выдали планы восстания, и в отношении которых Ленин сказал, что надо их всех исключить из партии. Мегкотелось, проявил товарищ Сталин, сказал, не надо их исключать из партии, их не исключили. И более того, сразу после революции Каменев стал председателем Всероссийского центрального исполнительного комитета, главой государства. И тут же, как только он стал главой государства, он стал выступать за то, чтобы правительство, которое было, оно было из большевиков и левых эсеров, большинство большевиков и часть левых эсеров, чтобы сделать однородное социалистическое правительство и включить все социалистические партии, про которые Ленин уже много написал и объяснял, и доказывал, что это все предатели, не надо с ними соединяться. И поскольку Каменев на этом настаивал, Ленин потребовал срочного снятия, изгнания с поста Каменева и Каменева сняли. После этого тогда председателем Всероссийского центра стал Свердлов, Яков Свердлов. То есть вот это было все при Ленине. И когда Ленин, умирая, писал письма к Ленин, он всякие оценки давал многим руководителям. И оценки в основном были нелестные. Что вот Пятаков, вот, хватает администраторским увлечениям к делу. Бухарин, Троцкий, не большевизм. Не большевизм, однозначно сказано. А Бухарин, он любимец партии. Закон считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. И поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вот такая характеристика. Единственное, кто не получил такой политической какой-то отрицательной характеристики, это Сталин. Про него Ленин только написал, что он слишком груб. И что это вот недопустимо, если это допустимо еще среди нас товарищей, то недопустимо на таком посту. Поэтому съезд следующий после смерти Ленина рассматривал это письмо Ленина, обсуждал вопрос, решил Сталина ставить. Тем более никаких фактов такого рода, что когда Сталин проявлял после этого грубость, после этой критики Ленина не было. И никто, даже самые отъявленные враги Сталина и враги партии не могут назвать хоть каких-нибудь эпизодов, где бы Сталин проявил грубость. Вот после той критики товарищеской, которую дал ему Ленин. Зато вот те люди, которые политически были непрочными, нетвердыми, они все время впадали в какой-нибудь уклон. А уклон в чем состоит? А в том, чтобы уйти от генеральной линии партии и не сделать то, что вытекает из интересов рабочего класса. Но при этом они всегда, как вы думаете, состоящие на высоких постах, состоящие в партии. Скажем, Бухарин был член политбюро, Троцкий был председателем воинсовета и тоже был в политбюро и так далее. Все они, когда они какие-то вещи предлагали, они это все подавали как нечто коммунистическое. Бухарин, который стоял за, так сказать, то, чтобы не заключать Брестский мир, практически вел дело к уничтожению советского государства. И даже Дзержинский, который вот, ну как нам представляется, такой твердый, настолько твердый, что даже когда в Москве свергли памятник Дзержинскому, все равно он в Ленинграде остался. Вот этот самый Дзержинский провел тогда колебания на Седьмом съезде и говорит, я, конечно, согласен с Бухариным, надо вот идти за мировую, так сказать, войну революционную. Но, говорит, если Ленин уйдет тогда со всех постов, а мы без Ленина ни за что не выбираем, поэтому я буду голосовать за позицию Ленина. Вот так выступил Дзержинский, очень интересно. Но он тоже склонялся к этому. И Дзержинский не случайно поэтому, он никогда в политбюро не избирался. Он свою работу делал хорошо и по железным дорогам, и по борьбе с беспризорностью, и в ЧК, и в СНХ, но в политическом отношении тоже допускал такие ошибки. Поэтому в становлении партии, в партийном деле, и это, к сожалению, уклонение от строго выдержанной пролетарской линии, уклонение от точного и четкого выражения интересов рабочего класса и примиренчества к враждебным течениям, это очень распространено. Поэтому Сталин, например, специально говорил, что вот в отношении к представителям правого уклона, у нас есть правые уклоны, они прямо выступают за врастание кулака в социализм. То есть, на самом деле не может быть построен социализм, если есть целый класс кулаков. Никакого врастания не будет, а будет классовая борьба кулака с советской властью, и она была. А следовательно и советской власти с кулаком, потому что кулак должен был быть ликвидирован как класс. И эксплуатация должна была быть ликвидирована, и люди должны трудиться сами, а не жить за счет чужого труда. Вот так стоял тогда вопрос. То есть, если вы будете изучать историю партии по стенограммам, по выступлениям руководителей, в этом смысле полезно и Ленина прочитать или читать подряд. Из Сталина читать подряд, тот, кто читает подряд, он видит, как шла борьба. Что борьба с ревизионизмом, все это подавалось всегда как ревизия марксизма, ревизия генеральной линии партии всегда подавалась обязательно как что-то хорошее, новое, нужное. А и наоборот, генеральная линия критиковалась как то, что является вредным, ошибочным и так далее. Вот что мы имели. Вывод. Вывод. Новые партии, которые создались у нас после разложения и предательства КПСС, они должны учесть тот опыт, который мы имеем. А опыт состоит в том, что партия, которая не боролась против, а после смерти Сталина борьба против ревизионизма и оппортунизма в партии прекратилась. И не только было заявлено, что вообще классовая борьба завершилась, но прямо выступило руководство партии во главе с Хрущевым против главного марксизма, против диктатуры пролетариата. И вот это выступление против диктатуры пролетариата было настолько враждебным партии, что оно превратило эту партию из рабочей партии, из партии рабочего класса в партию буржуазную. И те тенденции, которые были еще и при социализме, связанные с противоречиями социализма, потому что движение вперед и развитие всегда идет через преодоление противоположных тенденций. Вот эти тенденции назад к капитализму, к расширению родимых пятен капитализма, для которых были экономические основания, они сложились уже в единую, так сказать, такую струю ревизионистскую, и из программы партии выброшено было главное в ленинизме диктатура пролетариата, из программы партии было выброшено положение о том, что классовая борьба продолжается до полного уничтожения классов, наоборот, было сказано, социализм победил полностью и окончательно. Ну раз окончательно, ничего не надо делать, за него не надо бороться. Можно, так сказать, перестать бороться, а противоположные силы и тенденции продолжались. А диктатуру пролетариата Ленин раскрывал не только как власть рабочего класса городских фабрично-заводских промышленных рабочих, но и как упорную борьбу, кровавую и бескровную, насильственную, мирную, военную и хозяйственную, педагогическую и администраторскую против сил и традиций старого общества. То есть, по существу, КПСС на 22-м съезде, после большой подготовки, которую проделал Хрущев, добилась того, чтобы партия отказалась от главного марксизма, а если она от него отказывается, то она перестает быть партией пролетарской, переходит в свою противоположность, а противоположность партии рабочего класса одна, партия буржуазная. И после того, как партия становится буржуазной, поскольку и государство, в этом государстве партия является правящей, то и государство тоже превращается в буржуазное государство. А что касается буржуазии, то у нас находится тогда, когда решен вопрос на уровне надстройки, она находится в процессе становления. Если мы берем экономическую сторону, а что значит находиться в процессе становления? Буржуазия возникает, а социализм, наоборот, экономика социализма находится в прихождении. А с чего начинается прихождение? С бытия. То есть вот сначала, после съезда 22-го, вроде всё то же самое есть, но это есть, это такое бытие, которое приходит, то есть приходящее. А что касается того, что является буржуазным, оно находится в возникновении. И поэтому буржуазные начала, они, если раньше они были родивыми пятнами, они начинают разрастаться и захватывать всё. Этот процесс длился довольно долго, 30 лет, с 61-го по 91-й год, год, когда потом маски были сброшены, когда все эти разговоры про то, что у нас общенародное государство, ну вот вы посмотрите вокруг нас в мире, где государства необщенародные. Все буржуазные государства, все общенародные. Неужели кто-нибудь там скажет, что государство буржуазное? Или что у нас построено государство эксплуататоров? Но таких дураков же нет. Везде во всём мире дурачит народа, обманывают его. Этими самыми словами о народе, о трудящихся вообще, говорил Ленин. Вот это вот, обман народа, вот этими фразами о народе, о трудящихся вообще, игнорируя волю рабочего класса, его диктатуру, без которой не может быть социализма. Ну и поэтому, те партии, которые являются настоящими партиями пролетарскими, они не должны забывать о истории и понимать, что постоянно идёт борьба. И мы это почувствовали в Рабочую партию России. И сначала люди пишут заявление о вступлении в партию. Прошу принять меня в Рабочую партию России. С программой он там ознакомился, признаю и обязуется выполнять. Что значит признаю? Ну признаю. Признал. Вот Сталин на эту тему высказывался на съезде. Говорит, что мы пишем признаю. Это вовсе не значит, что вы поняли программу. Чтобы понять смысл и содержание программы партии, нужно вообще весь марксизм знать. Ну вот те люди, которые вступают в партию, они будут это знать, но они войдут в партию, будут вместе со всей партией расти и постепенно они будут это познавать. Но думать, что они уже познали? Поэтому мы не можем требовать от вступающих, чтобы они всё поняли. Мы можем только, чтобы они признавали, чтобы они с этим считались, чтобы они сюда углублялись и так далее. Поэтому и мы тоже в таком же положении, вот рабочая партия России, у нас сюда люди пишут заявление, что я признаю, я прошёл курс Красного университета или обязуюсь пройти этот курс. Но, как вы понимаете, можно пройти курс Красного университета, а красным не стать. И даже наоборот. Все, значит, и наши там специалисты, борцы с буржуазной идеологией, хорошо изучают буржуазную идеологию. А буржуазные идеологи, они хорошо изучают марксизм, чтобы с ним бороться. Правильно? Или скажем, капитал что, не издают, что ли, у нас в стране? Издают. Идите за болтераписчик, хороший очень том, купите, красивый. Такое не издавали красивый в советское время. И Энгельса издают, пожалуйста, происхождение семьи, частные собственности, государства. Ленина издают, где, вот я видел книжку, в которой о национальной гордости Великороссов, такой сборничек очень хороший. Поэтому не надо это путать. Одно дело, что люди знают, а другое дело, на какой позиции они стоят. Вот у нас все стоят или стояли в нашей партии по уставу, все должны стоять на той позиции, что все вопросы решаются при большинстве рабочих. При голосовании должно быть не вообще в организации, а там, где идет голосование, должно быть обеспечено большинство рабочих. И вдруг значительная часть очень уважаемых рабочих, очень уважаемых интеллигентов, которые много сделали. Я, например, во главе с товарищем Кузьминым, который был секретарем партийной организации Московской рабочей партии России, участвовал в издании на ухе логики Гегеля, там его фамилия стоит навечно теперь. Моя стоит как главного редактора, а его как одного из корректоров. И вот этот самый Кузьмин, который подготовил отличное издание программы устава партии, вдруг целой группой людей с Московской и половиной части, чуть ли не половиной, ежегородской организации, они вдруг дружно выступили против важнейшего пункта устава рабочей партии России о том, что руководящий, что при голосовании должно быть обеспечено большинство рабочих. Как оно обеспечивается? Голосуют рабочие или только рабочие, или рабочие и меньшее число интеллигентов. Если двое рабочих пришло, сколько интеллигентов голосует? Один. А может интеллигентов сидит 20 человек. Но если это рабочая партия, мы руками интеллигентов не построим. Интеллигенты совершенно необходимы партии, они должны помогать изучать марксизм, ленинизм. Нужно вносить сознание в рабочие движения. Партия – это вообще соединение научного социализма с рабочими движениями. Но решения должны приниматься большинством рабочих, потому что им, прежде всего, придется воевать за социализм и совершать социалистическую революцию. На них лежит эта ответственность. Но без помощи интеллигентов они это не могут сделать. Ну и хороший интеллигент, если он такой грамотный и отличный пропагандист, то это никак не может его сковывать. Я, например, могу сказать, что я, например, могу убедить двух рабочих. Но если человек не может убедить двух рабочих в правильности какой-то идеи, которую он несет рабочим, то он не интеллигент. Какой-то он интеллигент, но только вот голос ему нужен для этого. А этот голос? Нас столько времени учили, столько книжек прочитали. Читали Маркса, Энгельса, Ленина. И вот дайте нам голос. Пускай голосуют те люди, если они неправильно проголосуют, значит, мы плохо учили, и плохо выступали, и плохо пропагандировали. Короче говоря, вот такая картина. Значительная часть. 13 человек было исключено только из московской организации. 13 наций вместе с секретарем. Сразу. Половина нижегородской организации. Теперь это дело дошло до Ленинграда. В Ленинграде крупнейшая организация. В нее входит не только, за исключением, нижегородской, и самарской, и пермской части партии, и московской. Все остальные члены партии во всех городах входят в Ленинградскую организацию, потому что там еще не созданы организации. И вот в этой организации вдруг появилось такое явление, которого тоже никто не ожидал, хотя с точки зрения теоретической, но я вот уже об этом говорил, как вот нельзя не ожидать. Обязательно должно быть в хорошем. Обязательно надо ожидать. В буржуазном обществе идет работа. Обязательно надо ожидать ревизионизм. И у нас такая появилась в Ленинградской организации форма ревизионизма, но страшнее которой не было еще никогда. За всю историю рабочего движения. Почему? Потому что диктатуру Блетариата пытались куда-то ее в стороночку отодвинуть. Например, Бухарин говорил про диктатуру Блетариата, что когда построен будет полный коммунизм, то Блетариат вобьет осиновый кол в могилу государства. А что же это? Почему осиновый кол? Ведь государство, которое там рет, это было же государство диктатуру Блетариата. А в него вот могилу государства диктатуру Блетариата Бухарин хотел вбить осиновый кол. Это Ленин отмечает в государстве революции, что выводы делает Бухарин. А как обрисовывает диктатуру Блетариата товарища Герасимова? Он вдруг ни с того ни с сего, потому что не слыхан, не видно это дело. И никто об этом не подозревал, что человек, который активно участвовал в работе газеты «Народная правда», фонда рабочей академии, человек, который участвовал в наших изданиях, выступал на конференциях. Вдруг заявит, что оказывается с 1961 по 1991 год у нас была диктатура Блетариата. То есть было государство не буржуазное, а диктатура Блетариата. И вот эта диктатура Блетариата расстреливала рабочих в Новочеркасске. Она повернула всю экономику с помощью экономической реформы Косыгина-Либермана в буржуазную сторону. Все там, все натуральные показатели, такие как инвенклатура, производительность труда, себестоимость, которая требует снижения цен и обеспечение удовлетворения потребностей трудящихся. Все эти показатели были выброшены. Ну, в соответствии с той целью производства, которая установилась на съезде, уже если раньше в программе стоялось обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, то удовлетворение потребностей. У вас есть потребность водку пить, пейте, у меня есть потребность в театр ходить, я в театр буду ходить. То есть не развитие каждого члена общества, всестороннее, так сказать, и общественное, а удовлетворение потребностей, и кошки удовлетворяют свою потребность, и собаки, и кони удовлетворяет овсаем побольше, и слоны, то есть то, что мы наблюдали. И вот это было творение экономической реформы, которая прямо развернула непосредственно общественное производство в противоположную сторону, в сторону стоимости. А если у вас в углу угла будет поставлен обмен, то возродится снова товарное производство, а из товарного производства, как мы знаем, из капитала, ежеминутно, ежечасно рождается капитализм. И это Герасимов обрисовал как деятельность диктатуры пролетариата. А дальше при диктатуре пролетариата, согласно Герасимову, был уничтожен Госплан, Комитет цен. Вот уничтожен такой порядок, когда только депутатами можно было в Совет избрать только тех, кто был делегирован трудовым, кто кандидат, который должен быть предложен каким-то трудовым коллективом. А кого угодно теперь можно было. Друзьяки, но филателисты, общество рыбаков может предлагать. И, следовательно, КПСС. И КПСС ведь ни при Лене, ни при Сталине, она не могла никого предложить в Совет. Она могла прийти в трудовой коллектив, предложить какого-нибудь, направить на голосование, предложить кандидатам от данного завода. От партии нельзя было. А Горбачёв это провёл, и тогда партия избрала его фактически президентом. Так он и стал президентом, и уже, так сказать, начала наша власть социалистическая оформляться уже как президентская власть. И при Брежневе была концепция развитого социализма. А это такой жгучий, я бы сказал, ревизионизм, потому что социализм – это неполный, незрелый, неразвитый коммунизм. Если он созреет, то будет полный коммунизм. А тут вдруг он зрелый социализм. Как он может быть зрелым в условиях? Но это означало, что можно было достроить то здание, которое теоретически строили сверху общенародное государство, вместо диктатуры Петриата, а тут внизу экономика развитого социализма. Ну и вот эта вся деятельность по уничтожению всех основ социализма, которая продолжалась 30 лет, это, оказывается, не деятельность буржуазного государства. И буржуазной партии, которая предала и продала свои основные позиции, выкинула диктатуру Петриата, и после этого она уже не вела то, что требовало от нее Владимир Ильич Ленин. Что такое диктатура Петриата? Это упорная борьба, кровавая и беспробная, насильственная и мирная, против сил и традиций старого общества. А как Герасимов ревизовал это положение? Диктатура Петриата на этапе с 1961 по 1991 год, это упорная борьба за возрождение сил и традиций старого общества. То есть, прямая противоположность тому, которую диктатуру Петриата давал Ленин. Но самое-то интересное, заблудился человек, ошибся, не разобрался, никогда он не отличался хорошим знанием теории, и не специалист он в этой теории, никогда специалистом не был. Нет у него ни годной, так сказать, ни в одном серьезном научном журнале, нет его работы, и нет у него никакой книги на эту тему. Ну, человек учил хорошо, и он вдруг решил стать теоретиком, как все ревизионисты. И вот он стал таким теоретиком, только теоретиком наоборот. То есть, он стал носителем ревизионистской теории, самоуничтожающейся диктатуры Петриата, которая сбривает просто, уничтожает все социалистическое, и за 30 лет все уничтожила, и потом спокойно передала, так сказать, дела, диктатуре буржуазии. Вот это ревизия марксизма, и самое интересное, что нашлись плакальщики по вопросу о том, что не надо исключать Герасимова из партии. А почему не надо? Потому что надо разводить в партии ревизионизм, чтобы партия еще раз вот так же попала бы в такую ситуацию. Эту партию нужно приучать нам, свою партию, к тому, чтобы она была готова и при социализме не разлагаться, и при социализме, чтобы она боролась с ревизионизмом. Борьба с ревизионизмом – это непрестанное дело. Оказалось, что очень многие люди сидят в этой самой партии, в рабочей партии России, они участвуют в делах, они раздают газеты, они приходят на собрания, они голосуют, делают разные полезные и нужные дела. Но душа их оказалась, она и близкой к этому самому ревизионизму. Поэтому у нас таких активных членов, которых можно было бы назвать ревизионистами, можно сказать, один. Это кто? Это Герасимов. Еще один такой активный член пропагандиста этого ревизионизма – это Булгаков из Новосибирска, который теперь Герасимова исключили, а Булгаков написал заявление, что он вынужден уйти из партии. Правильно, он вынужден, потому что его все тоже бы исключили за пропаганду ревизионистских позиций. Но плакальщиков, которые сказали, как же так, да что вы, и такие хорошие люди, как Васьковский, вроде бы мы думали, что он организатор рабочего движения, так он непонятно, куда он ее организовывает. Если он придерживается позиции той, которой у Герасимова, то тогда это рабочее движение движется не туда. Потому что рабочее движение не может сводиться к тому, чтобы получить больше зарплаты и сократить рабочий день. Оно должно двигаться в направлении реализации коренных интересов рабочего класса, то есть в сторону социализма и коммунизма. А тех людей, которые соединяются с ревизионистами, ну, исходя, вот я не случайно вспомнил сегодня об оппортунистах, для которых не коренные вопросы важны, а они, как всякие оппортунисты, вот для них соображение личной дружбы, а это хорошее вообще дело, личная дружба, они выше интересов рабочего класса и партии. Люди не понимают, что если вы вступили в партию, вы, можно сказать, поклялись биться за интересы рабочего класса, передовые. А не просто иметь дружков и кружком этим какие-то вопросы решать, не в интересах рабочего класса, а в интересах этой вот такой, так сказать, дружбанов своих. Сказал, один член партии нашей, товарищ Митин, работающий рабочим, ну, он такую невразумительную, путанную статью написал, но тоже сначала до конца ревизионистскую. Вот, можно сказать, ревизионист номер два. Но поскольку она совсем путанная, сторонников у него, конечно, не будет. Он тоже написал заявление о выходе из партии. Это хорошо, это хороший поступок товарища Митина. Товарищ Булгаков тоже сказал о выходе. Но оказались вот люди, которые, никакие к ним нельзя вот предъявить каких-то претензий, но они вдруг заплакали, как же так? Жалко этих бедных товарищей ревизионистов. А вам не жалко, что партия, так сказать, рухнет, если такие взгляды будут пропагандироваться в партии. Надо пожалеть, рабочий класс, так сказать, нуждается в партии, который выражал бы его коренные интересы, а вовсе не в плакальщиках, которые будут из соображений каких-то личной дружбы продавать и передавать коренные интересы рабочего класса и становиться изменниками рабочего дела. Я думаю, что наша задача, историческая задача, не допустить такой же ситуации, которая сложилась в КПСС, когда КПСС, могучая партия, в ней было 18,6 миллиона человек, и в этой могучей партии не было этого могущества. Почему? Потому что она скатилась к ревизионизму. Поэтому урок для нас, для всех в том, что никакой пощады ревизионизму в партии. И мы должны, так сказать, не просто решительно действовать, а поклясться мы будем калёным железом выжигать ревизионизм и бороться против оппортунизма. Оппортунизм невозможно выжечь калёным железом, потому что оппортунизм, он появляется вновь и вновь. Вот тут хорошие люди, они что-то делают, но они вот свои мелкие какие-то дела и мелкие интересы ставят выше коренных интересов всей партии, всего класса. Поэтому, ну а этот оппортунизм ведёт уже к ревизионизму. Ревизионизм, есть теоретическое выражение этого оппортунизма и оформление. И как это может случиться? Это может случиться с теми, кто до известного периода был товарищем. Ну вот, например, товарищ Плеханов. Хороший, известный человек, известный. Он издревле, так сказать, известен как теоретик, как один из основателей группы освобождения труда. Он входил в комиссию по программе партии вместе с Лениным и Мартовым. Мартов там ничем не отметился. А Плеханов и Ленин написали по проекту программы. И Плеханов написал основной проект программы, который был принят за основу. А Ленин в него носил поправки. И, кстати, поправку он внёс. У Плеханова сначала была диктатура Петриата, потом Ленин засомневался. Ну, Ленин засомневался, и Плеханов выкинул эту диктатуру Петриата. А Ленин за это время почитал, и на очередном заседании говорит, да как это так? Нельзя выбрасывать, надо вставить обратно. Ленин, Маркс в критике ГОСКОЙ программы, и Энгельс в критике Эрфурдской программы, это сугубо подчёркивает, надо обязательно поставить обратно. А Плеханов, как большой учёный, согласился и вставил обратно диктатуру Петриата. А что касается цели производства, у Плеханова было всего лишь для нужд общества, как у Хрущёва. Ленин настоял на том, что было записано для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Это было и в первой, и во второй программе, и выкинуто в третьей. Вот, и что Плеханов, он же стал меньшевиком, и практически отрицательно отнёсся к социалистической революции. То есть, всё бывает в нашей жизни. Предательство – это более частый случай, чем такая последовательность, как у Маркса, у Энгельса, у Ленина. Таких вот людей, и у Сталина, таких людей, которые сначала до конца своей жизни верно служат рабочему классу, их не так много. И поэтому их народ считает вождями и справедливо их чтит и не даёт их в обиду. И сколько бы там ничего только не творили с тем же Мавзолеем, как только начинают опрашивать население в буржуазной России, сразу всё равно получается, что Сталина хоть выноси из Мавзолея, хоть не выноси, он на первом месте, на втором месте идёт Ленин. И это факт. И это, так сказать, признают самые что ни на есть организаторы вполне буржуазные этих всех опросов. Поэтому вывод, который мы должны сделать, что товарищи должны изучить этот вопрос о борьбе с ревизионизмом и оппортунизмом и понять, что только такая партия может быть партией рабочего класса, если она постоянно ведёт свою борьбу и освобождает себя от тех, кто впадает в оппортунизм, ревизионизм. И никакие здесь соображения личной дружбы, соображения такого рода, что хороший человек, а разве не член партии плохой человек? У нас вообще членов партии меньшинство, их очень мало. Поэтому требования к члену партии высокие. Он не должен быть просто только лишь хорошим человеком, он должен быть носителем паралитарской идеологии. Если он от паралитарской идеологии отступает, рабочий он или интеллигент, он не может быть партией. Ну, например, Прудон, он кто был? Рабочий. А Марс кто был? А Марс был не рабочий. А вот он написал нищету философии и показал, что нищета философии у Прудона, который писал философию нищеты. То есть и рабочие могут стать оппортунистами, как вот этот наш товарищ, о котором я уже говорил, который стал повторять за Герасимовым и за Булгаковым. А Булгаков, как такой хитрый троцкист, он, значит, как только кто-нибудь выступит с каких-нибудь троцких позиций, он сразу поддерживает на своем сайте новосибирского отделения. Поэтому там постоянно паслись такие маленькие статейки, заметки. Хотя ни с какой-то целостной программой Булгаков не выступал, и поэтому его, ну, нельзя сказать, что он ревизионист. Потому что ревизионист – это некоторая редкость. А вот Герасимов, ну, он в течение уже более двух лет пропагандирует эту антимарксистскую теорию. А если человек антимарксистскую теорию пропагандирует, он себя исключил из партии. И осталось только проголосовать. А поскольку у нас партия рабочая, то вот рабочие собрались и проголосовали. Им это дело надоело. Вот если говорить, что произошло в рабочей партии России, произошло то, что и будет происходить. Рабочая партия России освобождалась, освободилась и будет освобождаться и бороться от ревизионизма и бороться с оппортунизмом. Поэтому успехи в борьбе рабочего класса неотделимы от того, чтобы его авангард рабочей партии России все время очищалась от непролетарских тенденций, в том числе и в теории. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова